Страница 419. Он сам найдёт всех и заявит о себе. От руку Вячеславу посвящается. Парнишка, данный Богом, был. Чем отличался он от многих? Как все, пешком средня сходил, но не жидовской дорогой. Лишь в преисподнюю путь широк. Им многие шагают смело. Да, он пророк. Да, он пророк. А вам к тому какое дело? Мы славим Бога. Слава, слава! И если нас услышит Бог, Из пепла встанет Русь держава. Не зря в ней жил молец-пророк. И русские. 11 февраля 2008 года. Мне очень хочется поблагодарить Бога за тот горький опыт, который Он мне дал. Я расскажу об этом опыте, потому что это мною выстрадано. Весь этот вал клеветы и нападок на меня и на отрока научил меня многому. И я не умерла, а живу для того, чтобы ещё послужить Богу и своему сыну. В связи с этим я помню, как пришла ко мне одна женщина и говорит. «Валентина Афанасьевна, вот вы всё время улыбаетесь. Вам что, весело?» Я говорю. «Но если всё это серьёзно воспринимать, что вы мне сюда приносите, то в день можно и по 10 раз умереть». А она. «Ну и что? Неужели так уж всё хорошо?» Я говорю. «Да нет. Мне весело, знаете, от чего? От того, что настолько всё плохо, что остаётся только улыбаться. Хуже уж не бывает. Так что опыт у меня печальный и тяжёлый. Как я уже сказала выше, от всех своих переживаний я одно время дошла до прединфарктного состояния. И я помню, как я просто сидела и думала, что уже умираю. Мне уже было ни до чего. Рядом со мной тогда никого не было. Сил у меня тоже никаких не было. Я была одна, сидела и уже думала, что вот-вот умру. И в этот тяжёлый момент мне вдруг показалось, что пахнет ладаном. Аромат этого ладана был настолько насыщенным, что я глубоко вдохнула его и стала искать его источник. Интересно то, что запах ладана шёл ко мне какой-то строчкой, целенаправленно. Я встала и с почти отнявшимися ногами потихонечку пошла за этим запахом, пока он не привёл меня к моей библиотечке с православной литературой. Подойдя к стопке с книгами, я поняла, что этот аромат ладана исходит от большой книги, которую мне подарил один монах. Называется эта книга «Россия перед вторым пришествием», том 2. Я села, открыла книгу, запах ладана исчез. Я сижу и думаю, может это какая-нибудь галлюцинация, откуда здесь может быть запах ладана. Я немного посидела и снова почувствовала аромат ладана. Открываю книгу, запах снова пропадает. Думаю, что за игрушки. Тогда я начала постепенно пролистывать всю эту книгу и на 207 странице от книги пошёл такой сильный аромат ладана, какой я даже в церкви не чувствовала. Настолько он был густой и насыщенный. Уже не только сама книга, но и вся квартира наполнилась ароматом этого ладана. Это было так удивительно. Я стала читать текст на этой странице и нашла такие строчки, где пишется о том, что в книге, написанной на основе воспоминаний учителя августейших детей Ч. С. Гипса Впоследствии перешедшего в православие, постриженного в монашество с именем Николай, рукоположенного и скончавшегося в сяне Ахимадрита, приводятся следующие слова императора Николая II, сказанные им во время пребывания в Тобольске. Существует легенда, что царь Александр I благословенный посетил старца, преподобного Серафима от составителя, и тот сказал ему, «Продлится род твой триста лет и три года. Начался он в доме Ипатьева и кончится в доме Ипатьева. Начался с Михаила и кончится Михаилом. Он говорил еще много другого, продолжал государь, что на мощах его будет построена кузница дьявола для уничтожения всего рода человеческого, что Россия будет затоплена кровью за грехи ее. Но Господь милостив, он даст России восстать из руин пепла, о чем предупредит всех русских людей чудесными знамениями в святой день преображения Господня». Старец также говорил о чудесном отроке, который, явившись, избавит Русь от скверны черного язычества. Прочитав этот текст до конца, я перевернула на следующую страницу и снова ощутила сильный аромат ладана. Я не знаю, как все это объяснить, но все было именно так. Я продолжила чтение и опять нашла такие слова. «Господь твердо решил покарать Россию, и неисчислимы будут ее бедствия и страшны страдания народа. Но милость Господа безгранична, и всем страданиям отпущен срок. Россия узнает о том, что наказание окончено, когда я пришлю отрока, чтобы тот объявил об этом, появивший сердце России. Его не надо будет искать. Он сам найдет всех и заявит о себе». Эти маленькие строчки, которые я прочитала тогда, находясь на грани умирания, они перевернули все мое отношение к жизни. Помню, как я тогда мысленно обратилась к своему сыну и спросила его. «Славочка, вот этот отрок, о котором я только что прочитала в книге, это ты? Неужели это ты?» И потом со мной случилось непонятное. Я медленно встала, затем отбросила свою палочку, без которой я не могла ходить, и с каким-то облегчением сказала самой себе. «Все, хватит. Один раз я уже умерла, когда умер мой сын. А сейчас я чуть не умерла от своих переживаний, которые не стоят того, чтобы от них нужно было умирать. Я буду жить. И с этого момента все эти нападки от недоброжелателей будут для меня, как с гуся вода». «Сколько уже можно умирать от этих нападок?» «Теперь я буду жить, чтобы послужить Богу и своему сыну». Я тогда совершенно отчетливо поняла, что через эти строчки из книги сам отрок сказал мне, кто он, и я решила не умирать и послужить ему. Еще мне хотелось бы сказать о том, что Славочка очень глубоко связан с царственными мучениками. Об этом говорят не только вышеперечисленные выдержки из книги. Не так давно я разговаривала с иконописцами, которые хотели написать икону, сюжет которой они почерпнули из видения, которое было одному из монахов на Кавказе. Этому монаху в видении было показано, как стоит Господь, на коленочках стоит преподобный Серафим Саровский, рядом стоит святая царская семья, стоит царевич Алексий, затем с ним стоит отрок Вячеслав, и полубоком полуспиной к людям на одном колене, преклонив главу, стоит грядущий царь. И корону грядущему царю держит отрок Вячеслав. Но иконописцы побоялись все изобразить так, как оно было в видении. Они сказали, мы побоялись это зафиксировать, и чтобы не было тогда скандала, мы сделали набросок, где корону грядущему царю держит не отрок Вячеслав, а царевич Алексий. А я им на это сказала, Ну и зря. Вашей иконой не получится. Надо писать то, что вы видите, а не то, что вы придумываете. Вы просто смолодушничали и испугались. Еще мне сестры привезли книгу о мученике засоря, старце Григории Новым, в которой приводятся письма и тексты телеграмм старца Григория к царской семье и к царевичу Алексию. В тексте одной из телеграмм старец Григорий сравнил царевича Алексия с ливанским кедром, который должен принести свой плод. Смотри Псалом 91, стихи 13-14. И этим плодом будет появившийся посреди Руси отрок в небесное подобие царевича Алексия. То есть они должны были быть даже чем-то похожи. Те же кудряшки, такие же огромные глаза, только отрок Вячеслав, мне кажется, немножко понежнее. У меня в комнате портрет царевича Алексия висит рядом с портретом отрока Вячеслава. И я не могу на них налюбоваться, как-то они похожи. Так и хочется сказать, вот царь, а вот пророк последнего царя. Потому что если бы царь не принес свою семью в жертву, не появился бы отрок посреди России. А если бы не появился отрок, не было бы у нас и грядущего царя, о котором пророчествовал Славочка. Когда я прочитала об этом, у меня даже мурашки пошли по коже от страха и трепета, что такое вообще может быть. Не нашим скудоумием это оценивать. Еще раз хочется здесь привести слова святого пророка Давида. Не прикасайтесь опомазанным моим и во пророцах моих не лукавнуйте. Псалом 104, стих 15. Закон Господен не порочен, обращая души, свидетельство Господне верно, умудряющее младенцев. Псалом 118, стих 130. Те чудеса, которые Господь творил через отрока Вячеслава по великой своей милости и человеколюбию для людей, Богу и принадлежат. А нам надо помнить, что «Ты кто человек, что споришь с Богом?» Римлянам, глава 9, стих 20. И «Страшно впасть в руки Бога Живаго». Евреям, глава 10, стих 31. И что «Не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними». Первое послание Коринфянам, глава 14, стих 20. Продолжение следует... Продолжение следует...